Привет, Владимир! Давно не виделись, однако экономика России все больше и больше, даже я бы даже сказал, обсуждается, причем мнения становятся все более противоположными. Как это ни странно, люди изнутри России, из путинской власти, как будто бы перспективы российской экономики видят гораздо менее хорошими, чем это видит там часть западных аналитиков. То есть мы дожили до какой-то странной ситуации. Ну, в общем, я надеюсь, что сегодня ты поможешь в ней разобраться и вообще расскажешь, что происходило в последнее время. Скажи, пожалуйста, что тебя привлекло за прошедшую, ну, больше недели мы с тобой не виделись, что привлекло твое внимание? Привет, да, я должен извиниться за то, что вот ездил много, кстати, расскажу там и про санкции, было много интересного разговора. И вот, между прочим, знаешь, это становится глобальным феноменом, что люди воспринимают экономическую ситуацию вот совсем не так, как ее показывают цифры. Я сейчас вот вернулся из Америки, и там прям все в шоке от этого дела, потому что вот реально ситуация экономическая там беспрецедентно хорошая. За долгое время. Ну, люди очень недовольны. Все говорят с экономикой проблемы и прочее. Обратная история в России. Ну, хотя как, не знаю, вот сейчас у меня вот знакомая поговорила с мамой по видеосвязи, и так говорит, я вот давно не ездила за постельным бельем. Прошлый раз, когда была в магазине, там комплект стоил 20 тысяч, а сейчас этот же стоит 40, да. Так что, в принципе, когда вот тоже вроде... Крепляет экономика, видишь, у людей просто очень денег много, поэтому... Да, да, да. Да, то есть, вроде как, в принципе, все, во-первых, меряют вот против этих прогнозов, что все должно было рухнуть, мы должны были там пить из луж, да. А во-вторых, ну, как-то вроде все работает, вот пока в магазин не сходишь. У меня есть свой такой метод опроса людей по коммуникации, скажут, там все говорят, вроде у нас все нормально, все держится. Я говорю, а как в магазине? Говорят, вот в магазине не очень. Приходится как-то все больше умещать, значит, свои возможности в то, чтобы купить самое необходимое. Сейчас об этом поговорим. Ты знаешь, вот прошедшая неделя, дней 10, она как раз принесла много таких очень мрачных новостей для российских властей. Во-первых, я хотел начать с поста Олега Дерипаски, который вот пытался сделать свой прогноз на то, что нас ждет в наступающем 2024 году. И он так в привычной манере резко высказался, сказал, можем удариться попой об лед. То есть, имеется в виду что? Вот мы как раз с тобой в прошлый раз говорили про то, что у них нереалистичный прогноз доходов бюджета на следующий год. И об этом же сказал Дерипаска. Во-первых, он сказал, что они переоценивают вероятность высоких доходов от сырья. И во-вторых, он в очередной раз ругается на госкапитализм. Правильно делает, госкапитализм это неэффективная модель. Что они дадут все основные деньги разным неэффективным корпорациям, которые все это сожрут, а для остального бизнеса поднимут налоги. И вот удар попой об лед, причем не резиновый, а вот в этот раз уже настоящий, это вот он имел в виду, что в следующем году, вероятно, такая ситуация, когда бюджетных доходов не хватит для того, чтобы все их планы профинансировать. То есть, видишь, это уже из наших с тобой сводок перекочевало в мейнстрим. Дерипаска потом, правда, свой пост в Телеграме удалил. У него не первый раз уже такое, когда вечером, значит, он надышавшись там каких-то паров, он говорит все как есть, да. Потом ему старшие товарищи подсказывают, что лучше это дело удалить. Но мы живем в интернет-веке, здесь слово не воробей. Вот, и много других сгущающихся туч, ну, например, вот Минфин опубликовал данные по цене нефти Юралс в ноябре, она ниже 73 долларов оказалось, то есть, заметно вырос дисконт с Брентом. То есть, вот тоже мы говорили о том, что страны Запада взялись за то, чтобы все-таки привести в соответствии российские экспортные цены с нефтяным потолком, начали давить на перевозчиков, давить на страховщиков. И вроде как вот это давление заработало. То есть, мы видим такие первые признаки. В предыдущие все месяцы дисконты на российскую нефть сокращались. Сейчас вот в ноябре после этих мер они пошли снова расти. В целом, вот мы видим, что было заседание ОПЕК+, 30 ноября, и все ждали, что они объявят какие-то там суперквоты по сокращению добычи, но ничего серьезного там, если вкратце суммировать, не произошло. И мы видим, что вот как вот пишут аналитики, нефтяной рынок не впечатлен решениями ОПЕК, то есть, цены на нефть опять снизились ниже 80 долларов за баррель. Это все угрожает путинским бюджетным доходам. Очень интересная новость про Газпром. Газпром из-за дефицита денег во второй раз за год урезает свою инвестиционную программу довольно существенно. По сравнению с тем уровнем, который они утвердили год назад, они уже более чем на третью сократили. И это показывает, что им доходов от экспорта газа не хватает для того, чтобы инвестиции финансировать. И в целом вот они на 2025 год прогнозируют возможный даже убыток вплоть до триллиона рублей у Газпрома. В случае, если государство продолжит вот так из них изымать налоги, как они планируют для того, чтобы пополнить бюджет. Ну и, конечно, еще один важнейший сюжет. Вот все сейчас ждут заседания Совета директоров Центробанка, который пройдет 15 декабря. И вот главный вопрос нависает, что будет со ставкой. Ясно, что, скорее всего, они опять ее будут повышать. Ну вот как бы рубль снова начал падать к доллару, то есть он пошел дальше вниз, там уже 90, сейчас, наверное, вернется еще куда-нибудь. То есть как будто, я не знаю вообще, влияет ли ставка на курс, но как будто бы ЦБ говорит, что влияет. И что как будто бы это одна из мер, которая должна на него повлиять. Если исходить из этого, то, значит, предыдущие предпринятые меры с повышением не повлияли. Ну и повлияли, но не настолько долго, и поэтому видится, что могут повысьть еще. Я бы сказал так, что вот меры Центробанка на курс влияют все-таки с большим временным лагом. Но курс, скорее, он отражает общую экономическую ситуацию, такую грустную, довольно тухлую. То есть вот как бы прежние пару недель мы там слышали, если вот кто официальных комментаторов и аналитиков смотрит, то они такие говорили, все, значит, сейчас будет укрепляться, типа будет 80 рублей за доллар и так далее. Но мы видим, что вот он не очень на это реагирует. При том, что, еще раз обратите внимание, меры приняты очень драконовские. То есть дело даже не в ставке, а вот это вот валютное регулирование. То есть трясут всех экспортеров за грудки далеко не только нефтяников и газовиков, а там типа что угодно, удобрения, там металлы и прочее. Всех заставляют репатриировать валютную выручку, но не помогает. Рубль опять упал до 90 за доллар и динамика такая, она очень понятная. Вот Наташа Орлова, главный экономист Альфа-банка, она прогнозирует вскоре рубль 110-120 за доллар. И думаю, это вполне реалистичный прогноз. Но вообще, знаешь, как бы в более долгосрочном плане, о чем и Дерипаска, собственно, говорит, что вот инфляция ускоряется, опять вот свежие данные уже превысило 7,5 в годовом уровне, а год еще там далеко не закончился, еще целый месяц впереди. И помнишь, я еще раз напоминаю, значит, что весной там они все вешали себе ордена Ленина вот так вот в ряд на грудь, что типа мы победили инфляцию, она у нас ниже 4%, но вот как ты видишь, это все, как мы предполагали, здесь оказалось ненадолго. Это значит, что ставку не только будут повышать, но это значит, что период вот этой вот жестокой, жесткой денежной политики растягивается надолго. И вот тут развыступался на эту тему зампред ВТБ Пьянов, который вот разговаривал с журналистами и сравнил вот эту историю с битвой при Ватерлоо. Ни много, ни мало, хотя очень интересно, что они себя оценивают, по-моему, не на той стороне битвы при Ватерлоо, в которой они находятся. Они себя считают, что их противник это типа Наполеон, а по-моему, они как раз в его роли в этой ситуации. Но вот еще раз по ставке вот мы видим, что каждый раз вот во всех каких-то официальных событиях, там выступлениях везде прорывается это дело, что высокая ставка убивает любые возможности для какого-то восстановления и развития. Вот яркий пример была встреча Костина с Путиным. Костин ВТБ же получил еще и под контроль объединенную садостроительную корпорацию. Вот он пришел хвастаться, как у нас банк отлично работает, вот будем корабли там строить. Но, говорит, Владимир Владимирович, знаете, есть такой махонький вопросик. А можно как-то вот чуть-чуть смягчить денежную политику Центробанка и Путин ему говорит, «Слышь тихо, сиди, не выступай, а то, значит, со своим смягчением все это может плохо кончиться». Давайте короткий фрагмент посмотрим. Скажем, что в следующем году все-таки мы ожидаем снижения роста банковского сектора и наших доходов, потому что Центральный банк принял антиинфляционные меры, которые повышение ставки и ограничение кандидования, в том числе потребительского, мы понимаем, что это временные меры. И мы рассчитываем на то, что как только экономика увидит на целевые цифры по инфляции, Центральный банк скредитирует свою политику и сделает ее кредитно-денежную политику менее жесткой, а, может быть, и лучше даже более мягкой. Только здесь нужно быть очень аккуратно с этой мягкостью. Вот очень интересный здесь момент, потому что было много вопросов, на чью сторону встанет Путин. Потому что мы видим, что на него давит очень широкий круг лоббистов, в том числе и все те же производители военной продукции, все его эти олигархи, все ему в уши льют вот это дело, что невозможно при таких высоких ставках существовать. Ну и это действительно так. То есть, даже 15% это запретительная история для экономического роста, а они вот ее еще хотят повысить. Вот. И видно, что Путин очень держится за политику Набиуллиной. То есть, он, я так понимаю, им главное движет боязнь такого крупного тотального макрокризиса в духе 92-го года. Он помнит вот сам, как выглядит такой реальный крах, когда макроситуация выходит из-под контроля. Поэтому Набиуллиной его убеждает, что типа Владимир Владимирович хрен с ним с ростом, но ставку вот будем держать, потому что иначе вот мы пойдем по всей этой спирали. И он, видно, этого боится. Хочу сделать такой маленький прогноз. Ему не удастся этого в итоге все равно избежать. Но окей, вот пока они играют в эту игру. Вот, например, все это привело к очевидному ухудшению диспозиции на следующий год. Вот, вышел новый прогноз экономики на будущий год от рейтингового агентства АКРА. И вот они вдвое сократили прогноз роста ВВП. То есть, в бюджет следующего года заложен прогноз более 2% роста экономики. Они вот сократили до 0,5-1%. Таким образом, видно, что вся вот эта вот ситуация, она очень плохо действует на производящий сектор. То есть, кредиты недоступные, запретительные, налоги повышаются, дефицит квалифицированной рабочей силы, для экспортеров еще вот эти все драконовские валютные ограничения. Ну, то есть, в такой ситуации, вот откуда они возьмут рост, не очень понятно. А, как ты видишь, они ставку хотят еще дальше повышать. Кстати, еще такой момент, вот видно из свежих материалов Росстата, они 29 ноября опубликовали очередную такую большую толстую справку про итоги работы экономики в октябре. И вот видно, например, по графикам, я не знаю, промышленность, строительство, сельское хозяйство, ввод жилых домов. Видно, что все вот так вот начинает загибаться в обратную сторону, то есть, вот это вот довольно бурное восстановление до довоенных уровней, которое было во втором-третьем квартале, все это закончилось. И теперь развитие экономики глобально сдерживается всеми этими плохими условиями. Санкции, инфляция, ставка, налоги там, ну и так далее, пошло-поехало. Я, откровенно говоря, не вижу вообще для них никакой, вот как говорят, лайфлайн, да, то есть, свет в конце туннеля. Вот назовите мне хоть один позитивный фактор, который может их вот в этой ситуации спасти. В последнее время таким фактором были вот как раз цены на нефть, которые подросли, но, по-моему, у меня это ощущение, что это дело заканчивается. И вот я тоже вот могу рассказать, поездил сейчас по Брюсселю и по Вашингтону и чувствую, что за потолок цен хотят взяться серьезно. И вот первые результаты этого дела уже есть. Да, я как раз сегодня в сводке рассказывал, что Соединенные Штаты ввели санкции против трех компаний, которые, собственно, предоставляли, я так понимаю, для перевоза это все. Более того, сообщалось, что США, Великобритания, еще кто-то, не помню кто, давят на Либерию, на Маршаловые острова, еще на кого-то, чтобы те перестали брать, значит, российское топливо на перевоз, если оно вышло с самого потолка. Ну, как, короче, складывается ощущение, что, да, начали за это браться серьезно. Расскажи, пожалуйста, подробно, что ты узнал, ведь ты наш агент, ты наш шпион, что ты узнал, так сказать, у своих заокеанских хозяй. Да, ну, во-первых, я вот выступал в понедельник минувший 27-го на слушаниях Комитета Европарламента по международным делам, которые как бы в целом были посвящены оценке эффективности санкций. И вот, если кому интересно, могу прислать, там выступали европейские эксперты, которые подготовили целый большой доклад, где в том числе шла вот и детально речь про нефтяной потолок. То есть, уже из хода вот этого обсуждения было видно, что они прям серьезно настроены, они наняли там институты целые, наняли яйцеголовых, которые им все проанализировали достаточно качественно, да, что где не работает, где какие дыры можно закрыть. И вот видим уже, что они взялись за меры давления на тех, кто помогает России обходить ценовой потолок. Например, вот Reuters опубликовала информацию, что греческие перевозочные компании, которые вот фрахтовались для перевозки российской нефти по ценам выше потолка, они отказались уже с ноября с российскими контрагентами работать. Вот, возможно, это тот фактор, который мы видим и в цифрах Минфина, вот, что цена EURALS поплыла вниз и дисконты опять увеличились. Думаю, что это напрямую с этим связано. Я, кстати, вот, знаешь, там меня много всякие разные пропагандистские помойки цитировали, что Милов там призвал контролировать сотни тысяч транзакций россиян. Я действительно призвал контролировать сотни тысяч, но не россиян, там, о физических россиянах речь вообще не шла, а это именно шла речь о ценовом потолке. То есть, я говорил, что вам придется копаться именно в контрактах на перевозку, страховку, и вроде как они начали это делать. То есть, это, в принципе, создает такую плохую диспозицию для Путина на наступающий 2024 год. То есть, они вот как бы пережили первый удар, но дальше для того, чтобы все финансировать, и в том числе и вот резко увеличенные военные расходы. А Путин подписал. Если не холостыми, то не самыми лучшими патронами, да, потому что, ну, мне вот так ретроспективно кажется, что самая большая проблема была не в том, какие были санкции. Санкции-то нормальные в большинстве своем, в смысле, которые действительно могли ударить по российскому оружейному производству и прочее. Единственная, наверное, претензия, которую я видел к санкциям, справедливая, это то, что был закрыт, закрыта возможность для тока капитала, что странно. То есть, типа, если вы пытаетесь страну изолировать, то лучше, чтобы из нее вывели все деньги, а не зря бы они там скапливались. Но базовая проблема была в том, что все эти санкции были на бумаге, то есть механизм контроля практически отсутствовал, и мы сейчас вот это буквально расхлебываем, мы это видим. Ну, а то, что ты санкции против русских водишь, ну, слушай, на каждого говноеда в интернете, что ли, реагирует, да, что мы в 2023 году в декабре узнали, что Собчак к Кремлю подмахивает постоянно. Ну, заняться нам нечем. Да, видишь, тут выяснили, что Собчак смотрит наши свонки, да. Ну, может, поумнеет, но не, она явно не смотрит, судя по тому, что говорит, ну, и я думаю, что перспективы для развития там отсутствуют, к сожалению или к счастью. Скажи, пожалуйста, собственно, вот те меры, которые ты анонсируешь и те проблемы, которые могут возникнуть у Путина в 2024 году, а помимо вообще вот этой нефтянки и сырья как такового, есть какие-то источники доходов у России, которыми она могла бы компенсировать растущие расходы, в том числе на военку? Или это прям такая хелесова пята, в которую, если прицельно ударить с разбегу, то как бы довольно быстро, ну, не быстро, да, санкции быстро не действуют, но как минимум в перспективе эффективно это может перерубить доходы Российской Федерации. Ну, ты знаешь, давай я такой общий комментарий сначала дам, а вот ты правильно совершенно говоришь, ну, это вот вещь, которая сейчас везде влезает, да, не прошло и двух лет, как Запад понял, что санкции, которые он принимал, плохо инфорсятся и обходятся на раз-два-три, да. Но вот здесь есть объяснение очень простое, они же сами поверили в свои вот эти разговоры, и очень многие наши зрители, к сожалению, тоже вот так рассуждали, что мы введем какие-то такие санкции, против которых сразу Путин все умрет, развалится и, типа, значит, война прекратится, да. Это вот изначально была ошибка, так думать, и надо было как раз готовиться к тому, что придется инфорсить и разрабатывать занудные, очень детализированные механизмы исполнения большого объема санкций надолго, да. Вот сейчас почему все зашевелилось? Потому что война затягивается, и вместо вот этого вот такого громоподобного эффекта они поняли, что его не получается, и что нужно просто действительно, как ты говоришь, все эти санкции заставить вот прям работать. Не просто, чтобы они были на бумаге, а прям, чтобы вот они там работали, и каждый владелец танкера или страховой компании просто вот боялся, что дойдут в итоге там и до него. И вот они сейчас начали, то есть, это евро-черепаха, значит, начала разворачиваться, то есть, этот процесс пойдет, я абсолютно в этом деле уверен. Вот, и что касается перспективы, то просто другого какого-то мегаисточника нет. С нефтянкой не сравнится ничего по объемам доходов, да, и, то есть, Газпром уже, он европейский рынок потерял, а китайский, он для него убыточный. Кстати, вот у меня скоро новое видео на моем канале на эту тему выйдет, порекламирую, да, там я вот как раз сделаю апдейт всех этих данных по Китаю. Поэтому есть, конечно, можно копаться, и они будут это делать в прибыли каких-то других экспортеров, там удобрения, металлы, там еще чего-то, да. Но там много не наковыряешь, то есть, с нефтянкой это все не сравнится. Поэтому, конечно, если заработает потолок цен на нефть, а так вот у меня впервые появилась какая-то надежда, что это действительно может произойти, да, после того, как они в это полезли. Да, у них очень сильно доходы упадут, и их ждет вот тот самый бюджетный кризис, который у них в этом году не случился. И вот здесь я хочу сказать, что тут вот мой прогноз не оправдался, потому что я думал, что они в этом году потратят значительную часть Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита. Они еще что-то потратят, это все будет в декабре, обычно вот они в декабре основные расходы финансируют, поэтому мы к этой теме вернемся в начале будущего года. Посмотрим, вот будет, да. Единственное, что Силуанов сказал, что в этом году он будет ниже плана, вот он здесь выступил и сказал, что дефицит будет не 2% ВВП, как они планировали, а они удержат его в рамках 1%. То есть, вот смотри, что не сбылось из наших с тобой прогнозов, это вот этот бюджетный кризис и исчерпание резервов, мы об этом говорили, да. Но это просто отложено на следующий год, потому что они планируют резко увеличить расходы, прежде всего на военку, а доходов у них не будет для этого. Поэтому будет вот эффект, значит, попой облет, уж не знаю, резиновый или какой, вот как говорил нам товарищ Дерипаска. Он не случайно вот именно сейчас вот эту тему начал, то есть ты видишь, что вот нереалистичность их планов на следующий год, она прям, ну, уже вышла в мейнстрим, теперь об этом говорят уже там официальные вполне себе лица. Вот, и здесь, конечно, вот борьба за то, чтобы заработал нефтяной потолок, это ключевая история, ну и вот видим, что лед сдвинулся. Хорошо, здесь более-менее понятно. Есть ли у нас какие-то новые данные, например, от того же Росстата или еще от чего-то, о которых ты бы мог нам поведать? Да, вот здесь они действительно вот раз в месяц выпускают такую большую справку о состоянии экономики. На самом деле ее неплохой разбор сделал в Твиттере у себя Сергей Алексашенко. Я там почти совсем согласен. Вот, в целом, я вот уже говорил об этом, что если вы посмотрите на эти графики, промышленность, сельское хозяйство, строительство, то вы видите, что вот кривая начала загибаться. То есть, был некий всплеск вот в середине, там, первой половине в середине этого года, был отскок экономики после того, как вот она провалилась после начала полномасштабного вторжения. Но, как мы здесь и говорили, это вот к вопросу про наши прогнозы, мы вот последние несколько месяцев так и говорили, что это восстановление скоро закончится. И вот оно и заканчивается. Причина здесь очень-очень простая. Что держалось это все в основном на вливании бюджетных денег прежде всего в военку. Но это не такая лошадь, у которой хватает лошадиных сил вытянуть всю остальную экономику. Вся остальная экономика задавлена налогами, задавлена инфляцией, задавлена ставкой Центробанка, задавлена неэффективным регулированием и прочим. Инвестиций нету и не будет, и капитал продолжает утекать. Поэтому это было довольно очевидно, что вот это восстановление после начала войны и санкций, оно будет заканчиваться и все будет сворачиваться. Вот мы сейчас очень отчетливо это видим в данных Росстата. Единственное, знаешь, я с чем хотел поспорить у Сергея Алексашенко, что он там сказал, что вот смотрите, розничный рынок, то есть внутреннее потребление, только-только восстановилось до довоенных уровней. И какого-то роста там не произошло. А вот при этом Росстат докладывает, что реальные зарплаты выросли за три года на 30%. То есть, как так происходит, что зарплаты выросли на треть, а потребление осталось на том же уровне. На самом деле здесь есть ряд объяснений, и они в целом все складываются в картинку. Во-первых, очень сильный рост в услугах произошел. Ну, например, вот в деньгах, скажем, курьерские услуги, там 33% рост в годовом выражении. И вот в услугах не было спада такого, там оно все шло наверх. Это первое. Второе, народ выводит валюту. То есть, вот эти вот там 63 или 64 миллиарда долларов, выведенные физлицами за границу, ну, это вот тоже влияет. То есть, типа, люди деньги получают, но вместо того, чтобы идти в магазин с ними, они там разумно делают, покупают валюту и выводят ее за границу. Это второе. И третье, вот здесь мы подходим к нашей сакраментальной теме, о которой мы очень часто говорим, это то, что банкам очень много отдают. То есть, многие, кто брал кредиты, знают, какие ставки там сейчас. То есть, очень резко выросли платежи банкам, потому что кредитная нагрузка за два года увеличилась на 50%. То есть, она была там на начало 2021 года было 20 триллионов займов перед банками у физлиц. Сейчас 31 триллион. То есть, за два года 10 триллионов набрали кредитов. И людям приходится очень много по этим кредитам платить. Поэтому, вот, когда Алексашенко говорит про разницу между ростом зарплат и потреблением, ну, в таких условиях это неудивительное дело, что люди огромную часть своих доходов отдают банкам, и на розничный рынок, на покупки товаров эти деньги не приходят. Вот, и, кстати, здесь такой интересный момент с этим связанный, что пошли процессы по росту просрочки. Вот, например, Реа Новости сообщает, что очень серьезный рекордный рост просрочки по октябрю, 7% в годовом выражении по ипотечным кредитам. Это пока еще немного. То есть, вся эта просрочка в совокупности составляет менее 1% в общем портфеле. То есть, люди в целом предпочитают по ипотеке платить. Но, я думаю, ты согласишься, что 7% это очень-очень серьезный рост годовой. И мы видим, что он увеличивается. То есть, этот маховик пошел раскручиваться, людям платить сложно. Еще такой момент, что вот выступала начальница департамента Центробанка Лизавета Данилова, которая прямо сказала, что очень серьезные проблемы с качеством новых ипотечных кредитов. В третьем квартале этого года 47%, то есть, половина новых ипотечных кредитов брали люди с долговой нагрузкой в уже 80%. То есть, они уже 80% дохода отдают банку. Это половина новой ипотеки. И что первоначальный взнос там рухнул до 20%. То есть, с людей фактически, когда вы берете ипотеку, с вас почти что денег не берут. Дают ее просто так. Там еще до пандемии, например, это было 30%. А сейчас вот таким образом первоначальные взносы упали. Поэтому мы с тобой здесь часто говорим про вот этот кредитный пузырь и, в частности, ипотечный пузырь. Здесь вот процессы идут. То есть, рост просрочки уже виден. Так что, в ближайшие месяцы, я думаю, мы можем наблюдать здесь такие очень мрачные сценарии развития ситуации. Да. Более того, как-то обсуждалось на этой неделе повышение первоначального взноса, в том числе по льготной ипотеке. Ну, то есть, проблему явно видят. Единственное, что, ну, опять же, тут политическое сталкивается с экономическим. То есть, льготная ипотека – это политическая история. А то, что надо делать ее менее доступной – это экономическая история. И что-то в предвыборный год есть ощущение, что приоритеты будут несколько иные, чем, собственно, экономическое долгосрочное благосостояние. Это одна сторона, Майк, это одна сторона. Вторая сторона, что там сейчас власти шантажируют банки с девелоперами. Они говорят, если вы сейчас начнете ограничивать выдачу кредитов, у нас все рухнет. То есть, помнишь, мы говорили про вот эти 100 миллионов непроданных квадратных метров жилья, да? Ну, то есть, они начинают ограничивать выдачи, спрос идет вниз, цены идут вниз. Это значит, что все проекты, они же брали, соответственно, кредиты у банков, девелоперы, под что? Что мы сможем продать все это дело по охранительной цене. А если цена упадет, им придется фиксировать убыток. Все эти убытки девелоперов перекочуют на балансы банков. Вместо вот этой вот нынешней красивой прибыли, которую они показывают, все это дело обернется чем-то похуже, да? Вот, поэтому они приходят и говорят, типа, Владимир Владимирович, пожалуйста, вот сделайте что угодно, пусть они там бесплатно эту ипотеку берут, но берут, да? Иначе у нас рухнет жилье, иначе мы здесь потеряем. Поэтому ты прав, здесь есть и политическая составляющая, потому что народ на ипотеку покупают политически, да? Другой момент, конечно, есть, что там огромное лобби, но вот очень интересная борьба Центробанка, потому что Центробанк проблему видит и понимает, чем это может закончиться. Слушай, ну здесь других вариантов нет. Денег у народа больше не будет. Кстати, вот очень интересный момент, да, что мы говорили про замедление прогнозов роста на следующий год и вот про мрачные прогнозы от агентства АКРА. Так вот, это значит что? Это значит, что все вот эти вот прекрасные планы, они не материализуются. Люди брали кредиты в расчете на рост благосостояния, что экономика вот заработает, как обещают по телевизору. Если этого не будет, чем вот будет активнее вот замедляться рост экономики, тем быстрее вскроется весь вот этот кредитный пузырь. Вот механика здесь, она не может просто быть другой, это чистая математика. В целом с этим направлением все плюс-минус понятно. Что еще будут предпринимать или предпринимают уже сейчас для того, чтобы бороться со всем описанным? В частности, с инфляцией, которая признана и официально, а неофициально, да, она может быть гораздо больше. Какие сейчас применяют методы и что происходит с нашим любимой темой куриц и яиц? Потому что почему-то, я вот смотрю в основном военные новости, но что-то все чаще даже в Z-пабликах мелькает опять что-то там с яйцами, опять они как-то подорожали невероятно, опять какие-то очереди за них стоят и чуть ли не битвы происходят. Да, ну, во-первых, сейчас, я же говорил, что у нас каждую неделю что-то новенькое в плане ценовых сенсаций. Тут был шум по поводу куриц и яиц, сейчас их почетное место заняло мясо. Федеральная антимонопольная служба тут озаботилась огромными цифрами роста цен на мясо и инициировала проверку. Ну, во-первых, с точки зрения объяснения, это как бы все элементарно. Потому что корма импортная, сельхозтехника импортная, да, все, значит, остальное, там, логистика с Азии резко подорожала, потому что возить теперь вот так это все приходится, потому что у нас мы решили построить геополитическую модель дружбы, которая противоречит законам географии и рынка, да, вот. Ну, то есть, возить это все дороже, да, соответственно, дорожают, как бы вот был рост экспортных цен, значит, это перекидывается на внутренний рынок, дорожают удобрения, там, например, да. То есть, здесь назовите мне хоть одну причину, почему там сельхозпродукция, курица, яйца, мясо, почему она не будет дорожать в этих условиях, да. Но вот очень интересно, как правительство с этим всем борется. Борется оно вполне себе комиссарскими такими методами. Вводит запреты на экспорт, пошлины, какие-то вот формальные, неформальные регулирования. Ну, и вот коммерсанту, можете найти, почитать интересную статью, опубликовал заговор еды про рост вот этих всех продовольственных цен. Там смысл в том, что производители продовольствия, они очень сильно жалуются, они говорят, вы нам всеми вот этими комиссарскими мерами загнобите инвестиции. То есть, мы и так, как бы, при ставке 15%, там, типа, ставка по кредитам уходит к 30%, да. И так у нас куча всяких разных других проблем, все дорожает. А здесь вы еще и лезете своими костлявыми руками устанавливать всякие регулирующие запретительные меры. Ну, то есть, это бизнес убьет совсем. Я думаю, что результатом всех этих мер будет сокращение производства, а вовсе не тот эффект, на который они рассчитывают. Но мы это уже 100 тысяч раз видели, господи, хоть в СССР, хоть в Зимбабве, хоть в Венесуэле. Вот, если хотите, можете, опять же, свежий график Росстата посмотреть по производству в животноводстве. Ну, вот идет оно вниз, да. Это прямое следствие, в том числе, вот этих всяких мер по регулированию рынка для того, чтобы сдержать рост цен. То есть, они тактически, может, и сдержат рост цен, но это будет дальше бить по производству. И это, кстати, одна из причин, почему мы сейчас вот пошли пересматривать в целом прогнозы по экономике на следующий год. Потому что вот эта вот обстановочка, когда государство везде во все отрасли лезет, пытается там где-то запреты вводить, сверхприбыли изымать. Это все, конечно, очень сильно экономику давит, но это законы жанра здесь не может быть по-другому. Ну, и напоследок, давай, раз уж мы в последние несколько выпусков говорили и про фондовый рынок, про акции, про инвестиции, про все на свете, обсудим немножко золота, потому что много про него разговоров, да и вообще, знаешь, старая традиция, если все херово, то надо идти в золото и прочее. Что видно на этом рынке и вообще, как ты оцениваешь такие направления? Да, ну вот золото подрастает, и действительно это стало таким заметным фактором, но вот, хотя можете посмотреть график цены золота по данным Центробанка, да, так вот видно из него, что все равно цена золота сейчас, она ниже, чем была на пике в марте 2022 года, когда все вот бросились после начала полномасштабного вторжения золото скупать, вот именно из такой логики, что когда плохо, когда кризис, инвестируйте в золото, и она тогда почти до 8 тысяч доходила, вот, сейчас подтягивается, то есть мы видим, что с начала года идет такой устойчивый рост цен на золото, и я думаю, что он продолжится, потому что, во-первых, здесь есть как бы общие проблемы, с одной стороны, и в российской экономике, с другой стороны, и в мировой. Вот мы к ним с тобой все время возвращаемся, это та причина, почему нефть не дорожает, например, вот как там, вот, кстати, тоже интересно, да, вот, мы наблюдаем почти целый год, как ОПЕК дергается, 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 что-то, да, а вот за 80 куда-то далеко он цену в целом вывести не может, ключевая причина здесь, это вот слабость перспектив мировой экономики, есть такое правило, когда хреново и нестабильно, и все активы падают, люди бегут к золоту, как такому последнему инвестиционному прибежищу, кстати, интересный момент, что роль такого мини-золота начал выполнять биткоин, он тоже вот, это, как бы такое считается, кризисный актив, да, когда инвестировать больше некуда, и все падает, все ищут какой-то вот такой актив, куда можно вот свободные деньги поместить на этот момент, чтобы как минимум их не потерять, да, в чем здесь опасность, если посмотреть, например, на вот график мировых цен на золото, вот можете его на экране увидеть, да, то они находятся на абсолютных исторических хаях, то есть, прям вот, типа, вопрос, куда дальше, да, он висит в воздухе, поэтому вот я думаю, меня тоже многие спрашивают, типа, правильно ли в золото сейчас инвестировать, я думаю, что на коротком тренде, да, то есть, оно будет сейчас дорожать и по российским причинам, и по международным причинам, ну, вот видите, как только про золото заговорили, пришел в кадр мой сведущий Люцек, что-то интересненькое появилось, да, но в чем здесь проблема с золотом, кстати говоря, как и с биткоином тоже, оно практически не используется в реальной экономике, то есть, его реальное использование, ну, ничтожно, это ювелирка, и вот центробанки где-то покупают его в резервах, но это не очень популярная все-таки резервная единица, потому что золото низколиквидное, а смысл в чем, что если вы хотите много его продать, это может обрушить цену, да, то есть, в долларах и евро резервы банковские держать, конечно, гораздо удобнее, это высоколиквидные валюты, вот, поэтому вот реального спроса в мире на золото особого нету, оно используется только как вот такой инвестиционный товар, и фактически, ну, давайте называть вещи своими именами, этот надувается некий пузырь, который обязательно лопнет, когда ситуация в мировой экономике начнет налаживаться, и все из золота побегут в какие-то другие активы, которые быстро вот будут расти, да, а золото так быстро расти не может, поэтому вот этот вот как бы рост цены, он только до поры до времени, и если вы хотите купить золото, это вот вам надо очень четко это понимать, да, и вам надо внимательно следить, вот, как только что-то, значит, где-то процесс пошел не в ту сторону, надо сразу будет вам его продавать, поэтому здесь, как краткосрочный инструмент для инвестирования, сейчас действительно золото имеет неплохую перспективу, это факт, но вот насколько это продлится, мы не знаем, и обвалы всегда бывают часто болезненными, поэтому берегите себя, и главное, не потеряйте свои деньги. Хороший совет, спасибо тебе большое, увидимся тогда с тобой через неделю в следующем уже выпуске, ну и Люцик, тебе тоже спасибо, что поучаствовал в нашем сегодняшнем выпуске, всего доброго, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова